Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Ирины Волковой. Смотрите сегодня. Да будет свет! В деревне Яндоба Аликовского района сделали освещение пешеходного перехода. Плата за проезд без самого проезда. В минувшие сутки с банковских карт списывались и возвращались средства. Стрельба, бег, фехтование и плавание. В Новочебоксарске стартовали всероссийские соревнования по современному пятиборью. Экология, жилье и городская среда. От того, как реализуются эти национальные проекты в регионах, во многом зависит качество жизни. Об этом говорили на заседании Президиума Совета при Президенте России. Обсуждение прошло в режиме видеоконференции, которую провел премьер-министр Дмитрий Медведев. В мероприятии участвовал и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Для проектов с широким спектром действий расставить акценты необходимо оперативно. Комментируя проведение так называемой мусорной реформы, председатель правительства в первую очередь отметил комплексность поставленной задачи. Начну с экологии. Здесь ключевая задача создать целую отрасль по переработке отходов производства и потребления. Со следующего года практически все регионы, за исключением ряда населенных пунктов, это города федерального подчинения, так вот все они должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Что касается нашего региона, Чуваши в числе 66 субъектов страны, которые ответственно подошли к этому вопросу. Работа региональных операторов должна быть продолжена. Экологическая равновесие и комфортная среда, звень ядной цепи. Еще один важный аспект реализации нацпроектов. К 2024 году чистая питьевая вода должна быть практически в каждом доме. В селах до 87%, а в городах до 98%. На заседании обсудили вопрос предоставления кредитов на приобретение жилья. Основной инструментом ипотека мы поставили целевое значение ипотечных ставок. Видим, что благодаря сложившейся ситуации, экономической действиям правительства и Центрального банка эта ставка снижается. Это, конечно, неплохо. Говоря о том, как совершенствуется система финансирования жилищного строительства, надо отметить, что помимо социальных выплат определенным категориям граждан, с Нового года стартует новая программа. Это сельская ипотека под 3% годовых. Наталья Мальчикова, Павел Иритков. Республика. Пешеходный переход есть, а освещения рядом с ним нет. Вернее, не было до недавнего времени. Речь про ситуацию в деревне Яндоба Аликовского района. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Деревню Яндоба Аликовского района на две части делят республиканская дорога Чебоксара-Сурская. Переход есть, однако до недавнего времени безопасность пешеходов он не обеспечивал. Дело в том, что освещения рядом с ним не было. Была такая ситуация. Человек переходит в темную одежду, тот же сам одет, и сверху спускается машина. И он объезжает, резко так объезжает свистом, и чуть-чуть машину, ну, как бы человека, как бы не сбил. Буквально в 70 метрах от проезжей части школа на 170 учащихся. Сюда ходят дети из 16 близлежащих населенных пунктов. Переход через дорогу – это была проблема номер один для безопасности детей. Дети учатся у нас допоздна, потому что после уроков проводится очень много кружков. Проводится занятие ДЮС США, то есть спортивные секции. Идет подготовка к экзаменам, поэтому дети заканчивают учебные занятия где-то только к 16 часам. Считайте, на улице вот когда короткие дни, вот зимнее время, очень темно. Постоянно приходилось учителям, педагогам напоминать детей о том, что надо осторожно переходить. Бывало, даже родители сами своих детей встречали. Эту, по словам родителей и педагогов, проблему номер один решили к началу этого учебного года. Летом переход осветили. Чтобы не было соблазна перебегать в неположенном месте, поставили специальное ограждение. А к переходу построили тротуар. Раньше было страшно переходить дорогу. Сейчас, так как все освещено, уже не страшно. Обращения поступали. Видимо, были здесь ДТП, случались с участием школьников. В рамках работ по национальному проекту «Безопасные качества на автомобильной дороге» был выполнен проект освещения 57-го километра автотрассы Чебоксары-Сурская. Цена контракта 2,5 миллиона. Такие небезопасные для пешеходов места в республике еще есть. Работу Минтранс Чувашия продолжат в следующем году. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика. Столичный бюджет, социальная политика, нормативные акты – это лишь часть тем, которые сегодня обсуждали на очередном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. Всего было 9 вопросов. Говорили депутаты и о предстоящих праздниках. Обратная связь с избирателями. Именно этот принцип позволяет депутатам городского собрания решать проблемы, озвученные жителями столицы. Юбилейный для столицы год депутатский корпус решал вопросы благоустройства, ремонта, реконструкции и модернизации дворов, общественных пространств, зданий. Реальных дел было немало. У нас обсуждение проходит довольно бурно, открыто. Комиссии работают активно. Обсуждение строится на буквально такой серьезной основе, аргументированной основе. Депутаты одобрили выплаты компенсации на социальные услуги. На это могут рассчитывать 67 человек, живущих в городских поселках. Касается компенсации выплаты социальных услуг, у нас получатели по отрасли образования таких 67. Еще раз депутаты вернулись нестационарным торговым объектом. Те, что не соответствуют нормативам, по этапам сносят. Сейчас в своей участии ждут шесть временных построек. Это лотки и киоски, где осуществляется розничная торговля. Четыре из них видоизменят, а две уберут повсе. В этом году наряду с юбилеем столицы городское собрание отмечает свое 25-летие. Почетные жители города Чебоксары. Естественно, все депутаты. Поэтому 19 декабря в 18 часов у нас состоится праздник. Мы вас всех ждем. Тех, кто внес значительный вклад в развитие города, наградили юбилейной медалью. Чувашский писатель Михаил Юхма отметил, что планирует выпустить книгу под названием «Ими гордится любимый город» и посвятить ее известным людям города. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Более 5000 новогодних и рождественских мероприятий пройдут в Чувашии. В них примут участие тысячи взрослых и детей. Массовые праздники всегда зона повышенной опасности. Как обойтись без происшествий, обсудили на заседании профильной комиссии. Накануне праздников начались масштабные проверки готовности зданий и сооружений. Спасатели в первую очередь интересует пожарная безопасность. 31% объектов проверены. В 14 из них нашли нарушения. Есть нарушения и в противопожарной безопасности на таких крупных объектах, как Ледовый дворец Чубаксара-Арена. Там было найдено 42 неисправности. Устранено на сегодня только 6. Список продолжает театр оперы и балета. 13 нарушений. Глава Чувашии поручил принять все необходимые меры для обеспечения комплексной безопасности при проведении массовых мероприятий. Должны быть выделены специальные места в городах и районах для запуска фейерверков. Запрещено использовать обогревательные приборы в домах культуры. Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. Фантомные поездки. Списание с банковских карт якобы за проезд в транспорте вчера и сегодня обнаружили сотни жителей Чубаксар. Платежи уходили в единую транспортную компанию. Причем суммы списаний у разных людей разные. С кого-то сняли 18 рублей, с кого-то 19. Такие цены на проезд были в Чубаксарах еще летом этого года. Связано это с техническим сбоем во время сверки расчетов за июль, пояснили в ЕТК. Мы выяснили, что было множество поездок, которые вообще не списаны были, не оплачены. Пытались исправить это. Поездки за июль были. Но в процессе в инком центре возникла ошибка. Это привело к некоторым количеству задвоенных списаний, так называемых. То есть, которые уже ранее были оплачены. В настоящее время ситуация исправлена. То есть, банк возвращает средства. Говорят, на все про все где-то три дня уйдет. Ну, я точно знаю, что уже какие-то люди получили. Средства уже там ночью начались возвраты. Так что, вот если у вас что-то снялось, просто подождите, средства вернутся. Возврат идет автоматически. Если все же средства не вернутся, придется лично обратиться в ЕТК для детального разбора ситуации. Кстати, проверить свои поездки можно в личном кабинете пассажира. Для акул бизнеса и начинающих в Красноармейском районе прошел завершающий в этом году день малого и среднего предпринимательства. С какими сложностями сталкиваются бизнесмены? К кому идти за помощью? Эти вопросы стали главными. Барьеров у малого бизнеса хватает, тем более у начинающего. Разработка проекта, прохождение различных нормативных экспертиз, получение кредита, поиск помещений для работы. Этот перечень можно продолжить. Создание и развитие собственного дела – задача непростая. Не каждому она под силу. Тут на помощь приходят специалисты. Мы пытаемся поднять проблематику по абсолютно разным вопросам. Это и контроль надзорные органы, это и административное давление. Может быть, попытаться решить точечные проблемы с точки зрения привлечения финансирования или проксультировать бизнес по мерам государственной поддержки. Знания, навыки приходят с опытом. Много что не знаем мы, начинаем работать, а не изучаем законы, не изучаем, кто может помогать. А вот сегодня пришли и помогли нам, подсказали. Ну, именно то, что у нас такая поддержка есть, мало противоположителя. Есть такой человек, который можно обратиться, и он поможет нам и в судах, и выяснять отношения с другими людьми. Вот есть, где можно деньги взять получше. Есть даже поручители. Ходим ищем поручителей. Оказывается, может министерство поручиться за нас. День малого и среднего предпринимательства уже зарекомендовавший себя формат. Его проводят в течение года. С февраля по декабрь во всех районах Чувашии. Это не только встречи с представителями власти, обсуждение насущных проблем, но и конкретные примеры успешного ведения дела, создания новых рабочих мест. Сегодня мы немножечко изменили формат, проводим его на территории крупного предприятия. Я думаю, что всем будет интересно предпринимателям этого района прийти, послушать о мерах поддержки, которые оказывает правительство Чувашской республики, субъекты малого и среднего предпринимательства, о национальном проекте, который реализуется у нас с 2019 года. Для узнаваемости нашего нацпроекта даже разработан специальный бренд «Мой бизнес», чтобы было всем понятно, куда идти, куда обращаться. Экономика муниципалитетов напрямую зависит от частных инвестиций. Чем больше их, тем весомее будет местная казна. Понимание этого простого правила всеми заинтересованными сторонами дает синергетический эффект. Рифат Фадкулин, Баксиар Вилеев, Республика. В Чебоксарах прошел городской слет поисковых отрядов. Третий по счету. Около 50 школьников собрались в Чувашском национальном музее, чтобы обменяться опытом работы. Что они ищут и что находят, расскажет Рифат Фадкулин. Пули, гранаты, оружие и личные вещи бойцов. Поисковики развернули настоящую выставку военного наследия. С каждой находкой связана своя история. Юный исследователь 40-й столичной школы поискового отряда «Берет» Илья Шашков уже два года ищет останки солдат, павших в кровопролитных боях. Летом этого года он стал участником раскопок на Севастопольской земле. Именно здесь в течение веков не раз проходили кровопролитные сражения. Самой главной охоткой нашего отряда является керамическая трубка. Предположительно, времен Крымской войны. Мы проводили поисковые работы на местах сражений советских войск, но по архивам можно было понять и узнать, что также на этих местах располагался турецкий редук номер один. И именно в этих местах мы нашли трубку. Самое ценное на таких слетах – встречи с ветеранами. Из первых уст ребята узнают, как это было на самом деле. Так по крупицам воссоздаются и дописываются неизвестные страницы военной истории страны. Что касается самой поисковой работы, то восстановление личности погибших солдат – очень важная задача. На высшей ценности для поисковиков являются обнаружены медальоны пропавших без вести солдат, внутри которых указаны личные адреса бойцов. Экспонаты, найденные поисковиками на полях былых сражений, пополняют музейные экспозиции. Всего у нас в городе 27 таких музеев. Мы планируем, что в течение последующих месяцев, вплоть до 9 мая, у нас будут посещения этих музеев по графику как самими школьниками, так и приглашаем сюда дошкольные образовательные учреждения, чтобы дети старшего возрастной группы тоже могли прийти посмотреть, задать вопросы. Сейчас в Чебоксарах 13 поисковых отрядов, в республике более 30. Работа их бесценна, ведь они возвращают память. Рифат Фадкулин, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня в Новочебоксарске стартовали всероссийские соревнования по современному пятиборью. Участники турнира – сильнейшие спортсмены-юниоры региональных команд. Подробности у Дмитрия Ковалева. Здесь важно совладать с постоянно нарастающим темпом. Преодолев 800-метровую дистанцию, спортсмены устремляются на огневой рубеж. Пять попаданий по цели – заявка на победу. Лидером этого забега стала Александра Степанова из Краснодара. Чтобы прийти к финишу первой, приходится выкладываться на все сто. В программе турнира «Стрельба», «Забег», «Фехтование» и «Плавание». Сегодня стали известны имена первых полуфиналистов. Для большинства спортсменов цена победы – путевка на международные чемпионаты. Мы хотим показать достойный результат для нашей сборной команды. Будем готовиться. Это у нас отборочное соревнование. В 2020 году будет спартакиада учащихся. И мы готовимся, готовим нашу сборную команду к участию в этих соревнованиях. Все соперники достойные. И каждый должен показать высокий, хороший результат. Побороться за призовые места в республику приехали более 200 спортсменов из 15 субъектов. Михаил Игнатьев отметил, что не случайно именно Чувашия принимает всероссийские старты по современному пятиборью. Эти соревнования по пятиборью мы проводим всероссийского уровня впервые. Тоже в роскошном легкоатлетическом манеже, который мы построили к международному спортивному форуму России «Спортивная держава». И в принципе для вас, дорогие спортсмены, созданы наиболее благоприятные условия. Республика Чувашия является спортивным регионом, практически и млад, и стар занимаются физической культурой и спортом, чтобы продлить свое долголетие. Хочется пожелать всем спортсменам ярких впечатлений, ярких побед. Федерация современного пятиборья в республике была создана только два года назад, но желающих записаться в секции уже сотни. Потенциал у этого вида спорта в Чувашии большой, отметил глава региона. Федерации достаточно, потому что занимающихся еще меньше. Нам надо взращивать этих спортсменов. Тут же нужна и характер, и сила воли, и энергия для того, чтобы в этой конкретной среде стать победителем. Соревнования продлятся до конца недели. В финале между спортсменами разыграют 16 комплектов наград. Дмитрий Кобалев, Бахтияр Велиев, Республика. Коллективы народного творчества со всей республики съехались сегодня в столицу Чувашии. Во Дворце культуры тракторостроителей прошел гала-концерт лауреатов республиканских конкурсов, фестиваль фестивалей. Вдохновились народным творчеством и мои коллеги Юлия Важенина и Андрей Шоклев. Фестиваль фестивалей. Так гала-концерт называется не случайно. Он подводит итог годового смотра народного творчества. Детские ансамбли, взрослые команды, коллективы ветеранов. Фестиваль собрал более 400 участников. В течение года прошло более 10 фестивалей по различным жанрам. Сегодня на нашем фестивале участвуют лауреаты, победители различных конкурсов. Практически вся республика сегодня собралась, чтобы показывать творчество культурам до особых учреждений. Фольк-клёр, хореография, инструментальное творчество и театр. Каждый коллектив представлен в той или иной номинации. За считанные минуты до выступления студии из Цивильска вовсю репетируют в гримерной. На фестиваль юные танцовщицы привезли сербский народный танец. Больше всего мне нравится сербский танец, так как у нас наиболее яркие костюмы. Да и выглядим мы очень хорошо в этих костюмах, хорошо танцуем. Сам танец очень яркий. Мне очень нравится выступать на сцене, потому что мы получаем очень хороший жизненный опыт. Трещотка, пожалуй, самый народный инструмент. Казалось бы, обычные деревянные брусочки, соединенные веревкой. Но без них даже частушки звучат не так. А вот ударная установка для народной музыки – редкость. Но Анна Яковлева внесла изюминку в свой номер. Стилистика произведения такая. Это современное произведение, поэтому здесь предполагается активный ритм. Поэтому понадобилась ударная установка. Я предложила, исполнила. Композитору понравилось. По итогам фестиваля отметили лучших из лучших. Так, среди городских округов первым стал дворец культуры столицы Чувашии. Среди районов уже второй год подряд золото берет Канажский район. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Конкурс костюмов «Новогодний карнавал» объявлен в Чебоксарах к приезду главного Деда Мороза страны. Он прибудет из Великого Устюга в столицу Чувашии 14 декабря. К этому времени всем желающим предлагают подготовить карнавальные костюмы по номинациям «Новогодняя семья», «Самый маленький Дед Мороз», «Самая юная Снегурочка», «Мистер Снеговик» и «В гостях у сказки». Конкурсные работы будут оценивать 14 декабря в детском парке имени Николаева. Нужна предварительная регистрация. Это все, о чем мы успели рассказать. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин